помните да как я говорила что каждый день лучше всего самого раннего утра нужно найти себе что нибудь что-нибудь невероятное и удивительное что будет радовать вас весь оставшийся день рассказал великий писатель рей бредбери и вот что я нашла сегодня вот такое удивительное событие которое будет радовать меня весь оставшийся день открылись все цветы все вместе образа котлей майкой это майка им майками называется есть еще луис есть еще какой-то а это майка и майками вот какая довольно большая как ли у меня выросла вот я всем жаловалась что она не цветет и она действительно не цвела купила я малышку много лет тому назад ну лет пять может шесть причем я купила малышку у которой было заявлено что это цветущий размер но каждый год она выращивала у меня две-три новых бульбы больше больше потому что вот ну за пять лет какая она выросла больше наверное чем три каждый год и никогда ни одним цветочком не расцвела ну какие советы советы такие во первых свет самое главное солнечный свет причем сильный я ее повесила вешала в разные места чтобы побольше света чтобы на несколько часов прямого солнечного света потом еще больше солнечного света чтобы ей доставалось вот до обеда как можно больше света в самый разгар нет нету солнечного света но часа четыре полного солнечного света это точно полив так как это природный гибрид это гибрид бросоволы нюдоза на варианте она теперь раньше бывшая котлея бавриджиана и обе эти котлеи в природе имеют четкий сухой период зимнего отдыха это две-три недели она почти не поливается только обрызгивается легким туманом изредка обрызгивается легким туманом естественно не удобряется потому что орхидеи зимой период отдыха не удобряются чтобы не накапливались соли в горшках которые ничем не промываются потому что дождя нет только легкие обрызгивание ну и этот гибрид впервые был сделан рукотворно в 1944 году вообще-то природный гибрид и происходит в природе ринджиана на нюдозу и сейчас этот гибрид называют прессе анти просто волана гаранти тут она у меня зимует под крышей и и повесила к зимующим но вилле и дендробиумом и котлейка там джин маняй сохнет сухой отдых получает и она у меня майкой моя она получала все осенние дожди и чтобы она просохла после сильного дождя осенью я ее повесил эту под крышу и потом она у меня сохло сохло но когда она цветет она не будет поливаться две недели потом я ее побрызгаю хорошенько потом еще немножко посушу такой вот радостный у меня гибрид зацвел такая она крапчатая такая губа роскошная это от бросовола конечно ну и от бавринджианы цвет аромат у нее есть очень приятный аромат жасмина но только ночью потому что бросовольные гибриды пахнут ночью и ранним утром она еще тоже пахнет как и сант-андре бросовольный гибрид мой тоже она пахнет ночью и утром очень хорошо поэтому днем чтобы вас это не расстраивало этот гибрид не пахнет насчет аромата скажу так она пахнет как пахнут розовые пионы вот аромат похож на запах цветов розовых пионов не белых не красных потому что они все пахнут по-разному а именно розовых пионов ой ты кто паучок появился ничего они все поедают всяких насекомых паучки они хорошие а размер цветов я должна вам сказать небольшой вот он где-то ну где-то семь сантиметров вот такой у этих цветов я думала они больше вот как санта андрея там огромные цветы гибрид с бросоволой бросовол издавианы еще один важный фактор за цветание не только этой котлей но и других природных котлей как валкириана например это отсутствие искусственного света ночью вот чтобы не было какого-то фонаря который светит в окно орхидеи стоят в поле его достижения этого света вот если натуральный свет луна полнолуние да вот одну неделю наверное светит это полная луна то это нормально а вот искусственный свет является ночной искусственный свет является причиной не цветение многих природных орхидей и не только и не только балкириан и не только касается это макай возможно и других природных орхидей для цветения очень многих орхидей и природных и гибридных необходимо полная темнота ночью как я уже говорила но но как такие условия соблюсти ну вот как если у меня именно моя майка висела где вот здесь только повыше и что это за место тут ванная ванная комната и конечно же вечерами там подолгу горит свет а где висят мои остальные орхидеи котлеи цветущие и не цветущие все вдоль окон где конечно же вечерами иногда подолгу горит искусственный свет так что опять-таки это утверждение вот знатокова так сказать нуждается в проверке в испытаниях вот нужно только опыт тогда проводить правильно сейчас показываю мою велосию которая вырастила новенький жирненький ростик и не зацвела но она опять таки я уже рассказывала перебирается на новое место и возможно даже этот искусственный свет из окон на нее и повлиял на ее вернее сказать не цветение а куда же денешься ну что в темноте жить не включать свет что ли совсем и так достаточно красоты тут у меня еще цветет дендрофал green apple зеленое яблоко еще продолжает цвести новую стрелу выбросил недавно цвел такой вот он зеленый зеленый и немножко такая сиреневинка на губе он душистый он пахнет в первую половину дня и что у меня тут еще есть еще есть также цветет ванда яркая оранжевая это красота какие крапинки это очень красиво и виктория регина еще цветет сейчас покажу у рынка стайлисов появляются цветоносы уже потихонечку вот она виктория регина темно-синий с фиолетовым оттенком цвет цвет цветов она вот регулярно цветет холодное время года время от времени 12 цветочка все так же цветут ему шторм полуночный я уже все показывала просто заодно красоты много не бывает но вечный огонь уже отцветает и чоколадруб или брей и джин маняй розовая цветет многие цветы и не завяли дружелики мои вот они на прогулке чтобы солнышко получить какое-то она уже с этого места скрылась солнце а ну-то еще есть где-то вообще пасмурный день вот он тоже раздирает коробку от мороженого надо чем-то заниматься новичок который новенький и шишку грезет всему научился плохому научили до чтобы же не скучно было беде моей конечно скучно тут ей бы в доме телевизор бы посмотреть так и вдвоем тут нормально не переговариваются еда есть все есть еду я специальную даю для этого вида попугаев какой сидит коробку грызет этот второй лорикид попугай это найденыш малыш сирота его соседи нашли при дороге лежащего на траве может быть даже его сбила машина потому что он совершенно не может летать хотя видимых повреждений у него нет ну вот принесли его мне чтобы я его выхаживала вот я его пытаюсь выхаживать летать он не умеет сразу слетает на пол поэтому не знаю как его учить летать что ты делаешь а тебе надо эта коробка надо а ты что разбойница дом хочет она только на дверь и смотрит бедолага заставили ее прогуливать малыша как ему тут сидеть одному видите какая разница у этого черные лапы черные надо клювом роговица потому что он солнце видел а у домашнего все это белая лапы вокруг глаз над носом все это белого цвета серий серого цвета почти белого да 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 недоволен съемками ну ладно ладно я ухожу боится боится людей снег уже выпал так роскошно цветут белые цветы изображающие снег наших субтропиках всем добра и света пока пока бог они и и Продолжение следует...